Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Покашеварим. Сегодня вкусняшка. И сегодня действительно вкусняшка. Это то, что я люблю и готовить, и есть. Пицца Пепперони. Кто следит за моим каналом, знает, что я люблю пиццу Пепперони. Равно как и пиццу 4 сыра. Это две мои любимые пиццы. Пиццу 4 сыра мы готовили на канале. Потому что найти 4 сыра, которые положены для этой пиццы, гораздо проще, чем найти Пепперони. Блин, вот реально в магазинах найти Пепперони практически невозможно. Ну вот на рынках, в магазинах каких-то вот, куда я езжу, нет просто такого понятия, как Пепперони. Это классная, пряная, остренькая колбаска, которая вот... Ну ее просто не существует, такое ощущение. Меня выручил кто? Меня выручила компания Ремит. Блин, спасибо им огромное. Прислали мне на тест вот такую целую пачку. Ну это вообще серия Хорика, то бишь для ресторанов. Колбаса Пепперони теперь у меня. Боже мой, я теперь могу готовить кучу пиццы. Кстати, да, я еще в этом рецепте Пепперони буду использовать бекончик, тоже Ремитовский. К большому сожалению, всю продукцию Ремит можно купить в магазинах, в обычных. Но вот Пепперони, точнее не Пепперони, а вот эту серию Хорика, то есть ресторанную, можно купить только в интернет-магазине. Ссылку на который я оставлю в описании к видео. Все, давайте начнем готовить. Все ингредиенты в описании. Конечно же, в первую очередь мы приготовим тесто. Я уже кучу раз рассказывал про пропорции воды и муки. Это стакан воды и 2,5 стакана муки. Отличное тесто получается. Сначала в воде растворяем соль и добавляем сахара, который будет являться питанием для дрожжей. Они так активнее заработают. И добавляем дрожжи. Оставляем минут на 15, чтобы дрожжи заработали. В эту жидкость добавляем оливковое или подсолнечное масло и постепенно просеиваем муку. Замешиваем тесто. Секрет хорошего теста для пиццы, это, конечно же, хорошая мука, хорошая вода, хорошие дрожжи и бла-бла-бла. Но первое правило для теста это долго месить. Месите его долго. 10 минут месите. С помощью кухонного комбайна вы можете справиться минут за 5. Но если такого нет, то давайте-давайте, работайте. Тесто смазываем маслицем, накрываем влажным полотенцем, либо пленкой и отправляем подниматься на часик. Я это делаю всегда в духовке. В духовке включаю просто лампочку и отправляю туда тесто. Как раз, вот, какая нужна температура. Через часик тесто у нас будет готово. А пока готовится тесто, мы приготовим соус томатный, между прочим. Это консервированные томаты в собственном соку из банки. Можете протертые купить в пачках таких картонных, не имеет значения. Но лучше все-таки использовать вот такие вот помидоры, нежели свежие. Потому что купить свежие, это, во-первых, дорого, если хорошее. А, во-вторых, и хороших не найдешь практически. По крайней мере, если сейчас не лето. Промалываем эти помидоры с помощью погружного блендера. Очищаем и мелко нарезаем два зубчика чеснока. Нагреваем сковородку, добавляем, ну так, знаете, немало растительного масла. И выливаем все томаты. Сразу в томаты добавляйте вкусы. В первую очередь, конечно же, соль с перчиком. Далее, обязательно добавьте сахар. Потому что томаты из банок, они кисловаты. И надо сбалансировать этот вкус. Разные томаты, разная степень кислоты. Поэтому лучше всего сахар добавлять по вкусу. Вот здесь вот действительно такое правило. Ну, от полу, от половины столовой ложки. Давайте отталкиваться. И сейчас любимая фраза на канале Покашеварим, которую вы слышали уже много-много раз. Добавляем орегано. Еще в соус можно добавить базилик. Это тоже такая отправочка к Италии, да, к этим ароматным-ароматным пиццериям. Но я не люблю. Если вы любите базилик, то добавьте его тоже к соусу. Примерно столько же, сколько орегано. Соус доводим до кипения. Уменьшаем температуру, чтобы немножечко бурлило. И ждем, пока соус не выпарится до того состояния, как мы хотим. Но минут 20 точно потомите соус. Пока тесто подходит и соус готовится, мы натрем сыром. У меня здесь вот моцарелла. Это моцарелла специальная для пиццы. Она достаточно хорошая. Она имеет хороший вкус, в отличие от рассольной моцареллы, скажем так, универсальной. Которая очень, так знаете, нейтральна по вкусу. Она имеет очень-очень нежный вкус. И ее всегда желательно разбодяживать каким-нибудь еще сыром. Например, пармезанчиком. В данном случае все равно. Этот сыр слишком нежен по вкусу. Поэтому я буду добавлять где-то 70% моцареллы и процентов 30% просто сыра. У меня в данном случае это голландский. Займемся бекончиком. Выложим его на сухую сковородку и высушим. Нам нужен хорошо поджаренный хрустящий бекончик. Который мы в конце добавим к соусу. Тесто подошло. Соус готов. Сыр натер. Как бы можно уже пиццу делать. Духовку включайте на максимум, которое она может сделать. То есть вот прям реально. 250 градусов. Хорошо. 300 градусов умеет. Ставьте 300 градусов. Потому что настоящие пиццерии выпекают при экстремально высоких температурах. Нам надо по максимуму. В этом кстати отличие приготовления пиццы дома и на производстве. Дома никогда не получится пицца как в настоящей дровяной печи. Ну вот что вы не делаете не получится. Но она получится в любом случае клевая. Ладно. Раскатываем тесто. Из этого куска у нас получится примерно 2 пиццы. Можно на 3 даже растянуть. Все зависит от толщины, которую вы хотите сделать. Раскатанное тесто выкладываем в какую-нибудь форму или на противень. Форму или противень. Посыпьте. Посыпьте немножко мукой. Не надо никакого масла. Ну а дальше все понятно. Добавляем соус. Добавляем сыр. Добавляем вкуснейшие пепперони. И отправляем в духовку. Субтитры подогнал «Симон» Если у вас духовка, как и у меня, нагревается где-то 240-250 градусов, то пицца будет выпекаться минут 7-8. Если уж вы такие счастливчики и обладаете духовкой, которая может разогреться до 300 или 350 градусов, то 4-5 минут максимум и пицца ваша будет готова. И когда пиццу достали, и она у вас такая горячая, шкварчащая, вот в этот самый момент сверху налейте немножко оливкового масла и посыпьте, повторю эту любимую фразу, и посыпьте сверху сушеным орегано. И вот только тогда ваша кухня наполнится настоящим запахом Италии. Италии, поверьте. Ну а теперь давайте попробуем, что у нас вышло. Мечта практически несбыточная, блин, приготовить пиццу пепперони дома. Нет пепперони колбасок. Спасибо Римиту. У меня еще вот целая такая баклаха. Мне хватит надолго. Сейчас попробую. Я, кстати, попробовал колбаски прям, муа, прям идеальные пеппероники. Давайте. Давайте теперь попробуем нашу пиццу. Это то, что вам не сделают в доставках, друзья мои. Столько сыра. Столько пепперони. Можешь наложить только ты сам себе. Других вариантов нет. Конечно, тесто это компромиссное. Это тесто, где нет твердых сортов пшеницы. Это такое больше пирожковое тесто. Но тем не менее, для дома, для вот обыденности, когда мы готовим сами для себя, там не в ресторане, да, это шикарный вариант. Очень сочная, вкусная пицца. И главное, тут есть пепперони и орегано. Все, больше ничего не надо. Вот этого бекончика на соус надо было побольше положить. Слабо чувствуется. Надо было весь долбануть. Два куска на одну пиццу. А я половину положил где-то. Супер, короче. А с вами была передача по кашеварям. Спасибо большое вам за то, что посмотрели. Конечно же, спасибо компании Ремит за то, что решили мой вопрос с пепперони. На сегодня все. Всего вам вкусного. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин